продолжаем начинать всем привет пороги приклеены это так чисто показать что все держится с учетом того что низ еще не прихвачен теперь задача вот это вот все как у хандию которую тут понасирал убрать убрать я на той стороне сейчас покажу уже как сделал но той стороне метро проще я крашу вверх а тут и так смотрю чтобы мне не пришлось красить аж под вот так наверное так и сделать то есть переходик по лаку и тогда будет все идеально ну посмотрим как пойдет должно получиться примерно следующее 320 но такое аппарате щи снимаю что тут торчало что тут торчало потом до шпатлевываю пустоты кратерочки и так далее чтобы смотрелось все красиво симпатично потому что не везде вот так вот люк герметик прошпатлевал потом это также 320 лет рук и в принципе пороге будет готов плоскости пока не троган сейчас тоже самое я буду делать здесь но я хочу еще попробовать блин тут дыра огромная герметиком завалякать и наверное что я хочу попробовать сделать плоскости понятно сейчас 320 клей сниму легко уйдет вот чтобы здесь попробовать вот скотч покрасить на что-то мне кажется не получится у меня это дело сделать короче попробую шестисоткой мокрой чуть под смыть это все дело может быть как-то и еду под скотч в линию получится хорошо не получится разматуюсь тут скотч брайтона сделав переход тогда придется ждевать переходит тут тут потому что но честно говоря и имеет смысл сюда уйти и пошел себе спокойно делать переход в общем поживем увидим поехали 320 ну что я могу сказать красить я буду переход потому что не смогу я снять так чтобы здесь не поцарапали уже начал касаться поэтому разработать снизу ржавчинку вверх сильно лезть не буду мне что переход делать погнали покажу что получилось так вот несложно идет можно потихонечку разрабатывать далее 320 вручную надо канал очков пропилить ну чуть лучше картина но вряд ли получили бы поэтому сейчас вот эти вот места надо протянуть шпаклевкой шпаклевкой тянуть буду обычный универсальный средний зернистый ну и само собой надо обезжирить тоненькими слоями старая сталкивать так чтоб ребра не оставлять с той стороны чтоб меньше стачивать приходит время перетирки перетираем капот 320 одета без проставки мягко сейчас тру абсолютно ровной поверхности на изгибы особо не лезу и вот в эти контейнеры тут тоже изгиб крутой это я буду проходить уже с мягкой проставкой пока перетираю сразу хочу показать как работает материал если он качественный хороший по поводу форда транзит у человека был вопрос что будет с капотом там через две-три недели если материал нормальный качественный вот эту вот усадку 80 риска начерченная машинкой полировали когда я снимал краску грунт дал усадку и он ее дальше давать не должен это если все качественный материал не смотрел говно то он усадку сразу не дал мы перетерли и он садится вот это сделать постепенно со временем вот и как бы весь эффект но это 80 риска это ответ на вопрос человеку в 320 риску такого быть просто не может далее тоже 320 к но на мягкой проставки теперь дорабатываем углы и изгиба и и Далее после 320-400 переобулись на мягкую проставку также и погнали. Так, я тут оклеюсь потихоньку и сразу хочу ответить на вопрос в предыдущем видео по поводу когда и как я заклеиваю щели, которые между элементами образовываются, в каких случаях валики, в каких случаях не валики. Валики использую в тех случаях, когда цвет сложный, допустим серебро какое-то, явно видны цвета, где видны переходы сильно. Там я использую валик по базе и по лаку, чтобы в проемы не попадала глубоко пыль. Здесь на акриле можно вообще ничего не использовать, главное хорошо обезжирить, все там зачистить, обезжирить и туда попадет пыль и она прилипнет. Я делаю вот так вот сейчас. Скотч приклеиваю таким образом, чтобы краешек у него был свободный. Когда я закрою капот, пыль которая будет попадать, она не сделает никак жесткой границы вообще. Сейчас заклею, закрою капот и покажу как это выглядит. Фу, полтора часа я обклеивался. Ну, кто красит, тот поймет. Это такой геморрой вот это вот проклеить все с открытыми дверями, чтобы красилось и в салон ничего не попадало. Так, смотрим, что получается. Вон видно парашют и скотча, крыло точно и скотча. Когда я буду вот так вот красить, дуть буду прям в стык идти, то под скотч попадет все, что нужно и жесткой линии на крылышке не будет. Торец. Когда я буду идти отсюда, торец будет на капоте прокрашиваться. Такие вот дела. Здесь все вот так. Переход будет по лаку делаться. Мною излюбленный уже способ. Все. Разводим, обезжирим. Начинаем дуть. Обезжиренное. Не забываем про протиры. Там гидрометалла. Хорошо перемешано. Тонкий слой. Не стараясь залить. И попшикали эпоксидником. Пока я разводил краску, тут уже все высохло. Надо на всякий случай протереть хотя бы ответственные плоскости липкие салфетки, потому что все-таки не в камере красить буду. И мало ли чего тут сейчас. Сила упала. Отвалилась. И так далее. Я развел себе маленький пистолет. Это я буду по переходам шипать и краску. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...